Спасибо большое, уважаемые коллеги. Спасибо за такое подробное представление. Еще раз представлюсь, меня зовут Мария. Со мной моя коллега Анастасия Кусылкина. Я директор группы по оказанию услуг частным клиентам компании EY. Наша компания лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Я думаю, представлять долго не нужно. В частности, мы с Анастасией занимаемся налоговыми вопросами, персональной налоговой отчетностью, как в целях российского законодательства, так и по законодательству США. И сегодняшняя наша презентация, она посвящена основным правилам налоговой системы Соединения Америки. Я постараюсь не разочаровать тех, кто после выступления, тех слушателей, тех гостей, кто после выступления Варвары решился на подачу инвестиционной визы, на получение грин-карты, или, может быть, с дальнейшим на получение гражданства. Но, тем не менее, есть ряд налоговых аспектов, и эти аспекты очень важные, и их нужно проговорить и понять заранее. Есть хорошая поговорка «предупрежден, значит вооружен». На самом деле, никакой страшной пугать я не буду сегодня никого огромными налогами в США. Но, тем не менее, расскажем то, что знаем, и расскажем, как можем помочь со своей стороны. Каковы общие правила налогообложения в США? Ну, во-первых, налогообложение в любой стране, оно прежде всего зависит от статуса налогового резидента страны. Они являются исключением. Налогообложение определяется по налоговому статусу. При этом резидентами Соединенных Штатов для налоговых целей являются граждане США, то есть владельцы паспортов без исключений. Налоговыми резидентами являются владельцы грин-карт, также без исключений. И здесь речь идет как о постоянных грин-картах, так и условных временных грин-картах, которые, в частности, выдаются на этапе инвестиционного инвестирования по программе EB-5. И также есть еще одна категория физических лиц, которая может быть признана налоговыми резидентами. Иногда забываем об этой категории. Это иностранные граждане, которые достаточно длительное время и длительное количество времени проживают на территории Соединенных Штатов. Это могут быть лица, которые получили иные визы, не связанные с инвестициями. Это могут быть лица, которые периодически приезжают, выезжают. Варвара рассказывала об огромном количестве виз, которые существуют, не иммиграционных и не инвестиционных. Для такого последнего, просто не всегда обращают внимание на тот момент, что можно быть владельцем иностранного паспорта, но из-за того, что провели достаточно длительное количество времени в США, могут быть признаны налоговыми резидентами. Есть специальная формула. По этой формуле рассчитывается количество дней, которые вы провели в текущем году, количество дней, которые вы провели в предыдущем году и количество дней, которые провели в году за два года до текущего года. Забывают о том, что под общемировым доходом понимается доход как в денежной, так и не обязательно в денежной форме. Это может быть доход в натуральной форме. И также вне зависимости от места проживания физического лица, налогового резидента, и вне зависимости от банка или банковского счета, или страны, где фактически этот доход получен. Как пример, физическое лицо, владелец, либо гражданин США, либо держатель грин-карты, вполне вероятно может проживать не обязательно в США, но и в России. И вот в такой ситуации, несмотря на то, что большую часть времени человек проводит в Российской Федерации, он безусловно отчитывается в России, платит налоги в России, но тем не менее это не освобождает его автоматически от необходимости подать налоговую декларацию в США и отчитаться о своих общемировых доходах, включая доходы, полученные в России или в каких-либо еще странах. В США есть три уровня налогообложения. ...под необлагаемые лимиты. Но в целом такой охват практически стопроцентный. Есть уровень налогообложения налог штата, есть штаты, в которых нет вообще налогообложения, к примеру, Флорида. Есть штаты, в которых помимо налогообложения на уровне штата, также имеется и налогообложение на уровне города. Хороший пример – это Нью-Йорк. Человек, который проживает в Нью-Йорке, подает три декларации. Он подает декларацию на федеральном уровне, он подает декларацию на уровне штата Нью-Йорк, и он подает декларацию на уровне города Нью-Йорк. И налоги плюсуются друг к другу. Есть возможность перезачитывать, делать некий зачет части налога, но тем не менее, как бы общая налоговая нагрузка, она вот в тех штатах, в которых есть налогообложения, помимо налога, сейчас мы говорили о налоге на доходы, о подоходном налоге, но также не стоит забывать о таких важных налогах, как налог на дарение или наследование. Чуть позже я расскажу более подробно об этих налогах, они идут вот так вот вместе, парой. И в Америке есть такая особенность, что данные налоги платят не рука берущего, а рука дающего. То есть тот, кто передает в наследство, как бы и тот, кто дарит, налоговая нагрузка остается на этих лицах. Также есть такой уникальный, можно сказать, налог, налог на экспатриацию или налог на выход, по-разному его называют. Суть заключается в том, что если есть американский гражданин или есть держатель грин-карты, и в какой-то момент решили отказаться от гражданства или решили отказаться от грин-карты, но там еще для владельцев грин-карты должно быть длительное владение грин-карты, то в такой ситуации можно это сделать, с иммиграционной точки зрения проблем никаких нет, это не так сложно делается, но налоговые органы США считают, что такой отказ, он мотивирован налоговой составляющей, и поэтому просят уплатить налог на выход, который рассчитывается, как если бы вы в момент отказа от гражданства или грин-карта продали бы все активы, посчитали бы свою выгоду от продажи данных активов и, соответственно, заплатили налог 20% на эту самую продажу. Но, опять же, есть ряд условий, по которым нужно есть лица, которые удовлетворяют этому налогу, подпадают под этот налог, есть лица, которые не подпадают под этот налог. Сейчас мы перейдем к следующему слайду и поговорим об основных датах по уплате налога, поговорим об основных формах, которые предполагается подавать. Вот информации достаточно много по датам, я скажу основные моменты. Уплата налога в Америке происходит квартальными, ежеквартальными платежами. Есть такое понятие, как предварительные налоговые платежи. И в течение года физическое лицо четыре раза рассчитывает свои авансовые платежи и уплачивает. Таким образом, по моменту подачи налоговой декларации, который срок, обычный срок подачи налоговой декларации, это 15 апреля, и 15 апреля также является финальным сроком для уплаты налога. Подразумевается, что к 15 апреля все налоги практически уже могли быть уплачены, если есть какая-то доплата по результатам расчетов, либо же может быть возврат налога. Но, тем не менее, дату подачи декларации и иных дополнительных форм можно сдвинуть, попросив отстрочку. Существуют отстрочки, автоотстрочки, существуют отстрочки по запросу. То есть вот сегодня у нас, например, 15 октября, и мы с Анастасией, незадолго до подключения к нашему вебинару, заканчивали подачу в электронном виде, естественно, последних налоговых деклараций, по которым отстрочки были предоставлены до 15 октября. Но в некоторых особых случаях можно получить осрочку вплоть до 31 января года следующего, ну то есть это год и плюс еще один месяц. Но, тем не менее, уплатить налог необходимо до 15 апреля. В 2019 году по отчетности за 2019 год, так как случилась ситуация с пандемией, и она затронула всех, без исключения все страны и физических лиц. И вот в этой связи срок был перенесен без каких-либо дополнительных отстрочек, писем и так далее. Он был перенесен на 15 июля 2020 года, как подача, так и уплата налога. Теперь я передаю слово Анастасии, и она расскажет о формах, об основных формах, которые необходимы, об основных ставках, которые применимы в Америке. Всем добрый день. Надеюсь, меня слышно, презентацию видно. Присоединюсь к Марии. Если вдруг вы 15 октября видите супер счастливого человека, как я сегодня, или Мария, это означает, что он, скорее всего, американский налоговый консультант, который, наконец, все подал, он счастлив и доволен. Расскажу немножко по поводу нового ритма налоговой системы. Не сказать, что она прям какая-то суперновая. С приходом Трампа действительно поменялось довольно многое, но поскольку у нас в следующем месяце планируются очередные американские выборы, все может опять кардинально поменяться. Поэтому сейчас мы рассказываем о том, как это все выглядит на сегодняшний момент, как это у нас все работает сейчас, но держим в уме, что все это может чуть-чуть поменяться в следующем месяце уже, когда начнут разрабатывать новую налоговую систему. Итак, что мы имеем сейчас по налогам? В Америке есть прогрессивная шкала налогообложения. Вот все, что вы знаете по российским налогам, это, наверное, стоит забыть примерно, как когда вы выходите на работу, и вам говорят, забудьте все, что вы учили в школе и в университете, вот это примерно то же самое. Забудьте все, что вы знаете по российским налогам. Американские налоги существенно отличаются от российских. И в первую очередь это, конечно, то, что в Америке есть прогрессивная шкала налогообложения. То есть чем выше ваш доход, тем выше применимая ставка вашего налогообложения. Минимальная ставка 10%, максимальная аж 37%. Плюс еще есть дополнительный налог на пассивный доход. Если вы имеете проценты, дивиденды, доход от прироста капитала, это облагается еще дополнительным налогом в 3,8%. То есть по сути максимальная ставка может быть 48%. Также есть стандартные вычеты. Если вдруг вы не несли никаких расходов в течение года, то есть у вас там не было расходов медицинских, каких-то инвестиционных вычетов, благотворительных вычетов и так далее, то у вас есть всегда возможность вычесть какую-то стандартную сумму в зависимости от вашего налогового статуса. Налоговый статус – это также некое новшество, которое очень отличается от российских реалий. То есть в зависимости от того, если у вас есть супруг или супруга, если у вас есть иждивенцы, если вдруг вы потеряли супруга или супругу, все это влияет на ваш налоговый статус. И в зависимости от этого статуса у вас могут быть разные текст-брекет. Брекеты – это то, каким налогом облагается определенная сумма дохода. Если чем выгоднее ваш налоговый статус, тем, значит, выше налоговые вот эти брекеты. То есть, например, если вы подаетесь совместно с вашим супругом или супругой, значит, все в два раза у вас увеличивается. И вычеты у вас увеличиваются, то есть стандартный вычет может быть не 12 тысяч, как обычно, а уже 24 тысячи. Либо ваш доход, он тоже пропорционально увеличивается, и, соответственно, налоговые ставки, применимые к вашим доходам, они могут быть чуть более выгоднее. То есть в Америке выгоднее быть не одиночкой, а женатым человеком или замужней женщиной, с детьми еще желательно, чтобы у вас были дополнительные какие-то вычеты. Стоит сказать также, что при Дональде Трампе были многие вычеты отменены. То есть он сказал, что мы вроде как делаем все лучше для народа, мы снижаем ставки, но при этом произошло такое, что многие вычеты были отменены. Например, если люди раньше платили много налогов на уровне штата, вот Мария рассказала, что есть различные уровни налогообложения, там федеральный, штатовский и на уровне города. И вот если раньше люди платили высокие налоги на уровне штата, например, в Калифорнии, там штатовский налог в районе 13%, и это может быть довольно существенная сумма, если у человека довольно высокие доходы. И если раньше можно было зачесть полную сумму штатовского налога, плаченого, то сейчас эта сумма ограничена всего лишь 10 тысячами. Это действительно существенное снижение. Также раньше можно было вычесть расходы, понесенные на налогового консультанта. То есть если человек просит ИВАЙ помочь со своими налогами и платит там определенную сумму нам, то раньше это можно было вычесть на свои декларации. Вот теперь такого, к сожалению, нет. Все, что вы заплатили ИВАЙ, оно, к сожалению, не вычитается на ваши налоговые декларации. Также есть некоторые бизнес-расходы, алименты уплаченные. Это вот все сейчас не вычитается. То есть обязательно надо смотреть на те расходы, которые вы понесли, и смотреть, вот в конкретно отчетном году они вычитаются, можно их вычитать или нет. Потому что вот с приходом Трампа многое действительно изменилось. Я хотела бы добавить пару комментариев к словам Анастасии по поводу вычета расходов и по поводу того, что вот есть такое бытует мнение, что вот наша налоговая система, она настолько несовершенна, вот у нас ничего вычесть нельзя. Вот в Америке можно каждый день ходить, обедать, ужинать в дорогой ресторан, покупать сумки Louis Vuitton и затем вычитать данные расходы в качестве бизнес-расходов, потому что, ну, действительно, сумка, она необходима деловому человеку, чтобы, так сказать, оказывать бизнес-деятельность какую-то. Ну, вот, к сожалению, это, наверное, к сожалению или к счастью, да, возможно, такое было когда-то. И у нас действительно встречались в нашей практике, там, за более чем 15-20-летнюю практику нашей американской команды встречались ситуации, когда клиенты вычитали, ну, очень экстравагантные расходы, очень, ну, вот примерно как, там, обеды, ужины, кто-то пытался вычесть расходы на аренду вертолета, потому что необходимо было долететь на определенное, как в определенное место и доехать туда обычным путем было, ну, не очень удобно. Вот. Я не могу сказать, что эти расходы не давали вычесть, да, в прошлом давали, по кому-то даже аудит не открывали и проверки не открывали, но сейчас по сути вся политика Дональда Трампа, она направлена на то, и налоговая политика в том числе, она направлена на то, чтобы уменьшить количество всевозможных вычетов, отменить их либо полностью, либо увеличить лимиты, свыше которых, вот, например, та же медицина, да, по медицине вы не можете все расходы свои медицинские вычесть, вы можете вычесть только те расходы, которые превышают определенный лимит от вашего дохода, то есть тут опять идет завязка на ваш доход. И, наверное, еще такой комментарий по ставкам и по налоговой шкале, если говорим о прогрессивной налоговой шкале и максимальная ставка по 37%, ну, там есть еще, да, небольшие такие добавочки, там, в виде дохода на чисто инвестиционный доход, если доходы пассивные, это дивиденды, проценты и так далее. Но вот максимальная ставка 37%, ее уплачивают достаточно небольшое количество граждан и небольшое количество налогоплательщиков. Среднеэффективная налоговая ставка по нашим расчетам и по нашему опыту вот такого среднестатистического нашего клиента, она, наверное, варьируется, ну, где-то, может быть, от 26% до, там, 32%, я бы вот так сказала, в таком промежутке. Высок 7%, ну, наверное, заплатит, там, какой-нибудь топ-менеджер, наемный сотрудник, не владелец бизнеса, который получит огромный бонус. Вот, ну, вот, как пример. То есть, когда у человека есть структура с пассивными источниками дохода, ну, как правило, такие налогоплательщики, они грамотно подходят к созданию такой структуры, к финансированию и к налоговому, получению налоговой эффективности. То есть, мы не говорим о минимизации налога, налогообложения ни коим образом, мы говорим о грамотном и правильном планировании, заблаговременном. Анастасия, передаю слово. Да, еще очень важный момент, как Мария уже сказала, для Америки есть такая особенность, что тот, кто передает что-либо в наследство, тот и облагается налогом. Не так, как казалось бы, что если ты что-то получаешь, значит, ты получил доход, и ты облагаешься налогом на это. В Америке это не так. Если ты что-то издаешь в наследство, ты облагаешься налогом. И, может быть, это чуть кощунственно и немножко непонятно для российского уха звучит. Человек, который умер, он облагается налогом. И после смерти человека создается некий эстейт. Это некое особенное лицо, которое создается после смерти человека. И им управляет некое доверенное лицо, и вот этот созданный эстейт, он облагается налогом. И, соответственно, считаются все то, что человек умерший передает в наследство. И уже смотрится на то, сколько стоит все то, что этот человек передает в наследство. И для наследства есть определенные вычеты. Если в наследство передается имущество человеком, который является американским резидентом, то для него существует достаточно высокий порог. Это 11,5 миллионов. Но, опять же, стоит заметить, что эти пороги, они очень сильно изменялись с течением времени. Сначала это был 1 миллион, потом стало 2 миллиона, потом стало 5 миллионов. Потом пришел Дональд Трамп и сказал, что нет, я сам супербогатый своим детям хочу отдать и иметь больше вычет, поэтому давайте это будет 11 миллионов. Но, опять же, когда пройдут выборы, этот порог может значительно снизиться. И на данный момент это 11 миллионов для тех, кто не подается совместно со своими супругами. И в два раза этот вычет увеличивается, если вы подаетесь совместно с супругом или супругой. То есть это уже аж 22 миллиона можно передать безналогово наследникам. Перейдем тогда дальше. Конечно, всех волнует вопрос, каким образом избегать двойного налогобложения, если вдруг получается так, что у вас есть американская грин-карта и при этом вы являетесь российским налоговым резидентом, получаете доходы, находясь в России. Допустим, вы являетесь наемным работником в какой-то российской компании, здесь у вас удерживается налог у источника по 13%, и при этом вы являетесь владельцем грин-карты и, соответственно, облагаетесь на ваш общий мировой доход в Америке. Что же с этим делать? Поскольку вы уплачиваете налог за рубежом, то есть за пределами США, все эти налоги вы имеете право за честь на своей американской налоговой декларации. То есть не будет такого, что в России вы что-то заплатили, и в Америке вы по полной заплатите на эти налоги. Нет, конечно, такого не будет, но все же налоговая система довольно прогрессивная, и она разрешает зачет налога, уплаченного за пределами США. Если вы получаете различные доходы, включая доход от работы по найму, и плюс у вас там какие-нибудь проценты, дивиденды, капитал гейнс, которые облагаются налогами в другой стране, то они разбиваются на части, и отдельно идут доходы от работы по найму и пассивные доходы. На вот эти две категории налоги уплачены в отдельности, то есть то, что вы заплатили на пассивные доходы, оно не может быть зачтено против активных доходов. Соответственно, наоборот, то, что вы заплатили на доходы от работы по найму, нельзя зачесть против пассивных доходов, таких как дивиденды, аренда, проценты и все, что угодно. То есть это основное различие. У вас есть пассивные доходы, у вас есть активные доходы. Это разные корзины, которые разболятся. Также в Америке есть возможность зачесть налоги по принципу либо вы уплатили что-либо в течение года, либо у вас этот налог был начислен, но фактически еще не уплачен, но он был начислен. И если вы говорите, что вы уплачете, вы зачитываете на американской декларации то, что было уплачено, это называется метод paid, то есть то, что было реально уплачено, вы это можете зачесть на американской декларации. Это такая стандартная опция, и ее можно поменять на метод accrued. Accrued – это то, что было на вас начислено за год, но вы еще это не уплатили, вы можете заплатить это когда-то в будущем. И вот этот переход с paid на accrued, он такой, можно сказать, невозвратный, потому что, чтобы вернуться обратно с accrued на paid, нужно пройти определенные довольно сложные процедуры, и можно сказать, что это в принципе нереально, если вы сначала находитесь на методе paid, когда вы зачитываете все, что вы реально уплатили, и переходите на метод accrued, то можно сказать, что это обратного пути у вас не будет больше. Ну, наверное, добавлю, американская налоговая система, она формировалась, и законодательство формировалось на протяжении более ста лет, и вот все такие хитрости, когда, например, налог с одной и той же суммы, которая сегодня была начислена, а завтра она будет уплачена, вот так вот два раза вычесть ее и зачесть на американской налоговой декларации не получится. То есть есть многие вещи, многие, ну, как казалось бы нам, лазейки, которые отдельно, look holes, они прямо так и называются, они отдельно описаны уже в нормативных актах американских, и там есть судебные решения, по которым вот такая look holes, она прикрывается, да, закрывается, нельзя ей пользоваться. Тогда Настя, дальше. Еще в Америке есть возможность вычесть некоторую сумму из вашего налогоблагаемого дохода, это называется foreign earned income exclusion, это определенная установленная сумма, в 2019 году она равняется 105 тысячам 900 долларов, то есть это то, что вы можете вычесть из своего иностранного заработанного дохода при некоторых условиях, если вы можете подавать форму 25-55. Для того, чтобы подавать такую форму, недостаточно, наверное, быть держателем грин-карты, потому что если вы держите грин-карту, значит, вы говорите, что вы хотите жить в Америке, вы хотите свою жизнь связать с Америкой. Если вы постоянно подаете эту форму и говорите, что нет, на самом деле я живу вот в России, я здесь получаю доход, я здесь плачу налог, я хочу вычитать свой иностранный доход, я хочу вот взять вот этот вычет, то, возможно, в какой-то момент к вам придет миграционная служба и скажет, а зачем вам на самом деле нужна грин-карта? Если только для того, что вы хотите без визы въезжать в Америку, то, наверное, это не очень честно, и давайте мы вам эту грин-карту аннулируем. И в принципе, Маша не даст мне соврать, у нас есть клиенты, которые имеют грин-карту, но все равно подаются на всевозможные такие вычеты и как-то сторонятся Америки и говорят, что ну на самом деле мы там совсем не живем, у нас есть связи на самом деле с другой страной, и пока к ним никто не пришел, но такая вероятность все же существует. Думаю, Варвара тоже эти слова подтвердит. Да, совершенно верно, есть такие клиенты, есть ситуации, когда можно, это вот уже к третьему нашему варианту, к третьему случаю и к возможности применить статус нерезидента, тем не менее, для человека, у которого есть грин-карта. Существует особая форма, которая так называется entry permit, это специальный миграционный документ, на который вы подаетесь как владелец грин-карты в связи с временным способом покинуть территорию США и не проводить в США вот те самые там месяца в году, а проводить меньшее количество времени. И это делается для того, чтобы обезопасить себя с точки зрения как раз таки иммиграционного законодательства, с точки зрения того, чтобы вам при последующем приезде в США не задали вопрос на паспортном контроле, что вот по нашим данным вы что-то как-то это редко бываете и у вас по тем же декларациям, например, вы заявляете себя как нерезидентом США. Но эта форма действующая, это вариант действующий, он действительно, наверное, для тех физических лиц, которые, для тех владельцев грин-карты, которые все-таки работают за пределами штатов. И вот этот временный выезд по отношению к США, он считается исключительно для работы, для работы на какое-то там недлительное время. Нельзя оформить грин-карту и затем попросить временное разрешение вот этого временного выезда на 10 лет. Ну, потому что тогда вам как бы зададут вопрос, а зачем вам грин-карта нужна? И что-то нам кажется, что вот она у вас как-то вот действительно, как некий travel document, да, такой, только чтобы спокойно приезжать, уезжать и так далее. Но свои обязательства налоговые, да, это же не только право, но и обязанность прежде всего, как гражданство, так и грин-карта. Вот в этой ситуации обязательно нужно, прежде чем подавать и думать о таком статусе налоговом и заявлять себя как лицом, имеющим связи с другой, с иностранным государством, нужно обязательно проконсультироваться с иммиграционным юристом. То есть вот у нас были кейсы такие, мы вместе садились и вместе с иммиграционным юристом разбирали ситуацию клиента, и где он действительно мог доказать, что у него вот семья там, вот дети здесь учатся, переехал он на работу сюда и так далее. То есть ему это необходимо. Когда, думаю, можно перейти дальше, чуть-чуть расскажу по поводу отчетности. Помимо самой декларации, которая, как было заявлено нынешним американским президентом, она будет похожа на открытку и не больше. Но как бы сама форма 1040, она действительно похожа в некоторой степени на открытку, она сама по себе маленькая. Но при этом к форме 1040, которая является американской налоговой декларацией, есть множество различных всяких дополнений, приложений. И вот здесь на слайде перечислены формы отчетности по иностранным активам. Если у вас вдруг есть какие-то иностранные активы, они, скорее всего, есть у тех, кто из России эмигрирует в США, особенно по иммиграционным инвестиционным программам, конечно, у них есть всякие иностранные активы, то обязательно нужно проверить, нужно ли какие-то из этих ваших активов отражать на американской отчетности. Потому что, в принципе, сама отчетность, она может быть информативной, только информационной, она не несет никаких налогов за собой, не влечет абсолютно. Но при этом штрафы за неподачу отчетности могут быть очень существенные. Поэтому обязательно здесь нужно соблюдать все сроки, нужно отражать все то, что от вас требует американское налоговое законодательство. И вот здесь перечислены те вещи, которые нужно включать в американскую отчетность. И, как минимум, это неамериканские банковские счета. Если максимальный баланс по неамериканским счетам составляет больше 10 тысяч долларов, а 10 тысяч долларов, в принципе, это не такая большая сумма. И часто у заявителей на гринкарту и участников иммиграционных программ суммы на счетах, они превышают 10 тысяч долларов. Поэтому, значит, форму по счетам нужно подать. Она называется форма F-BAR или форма 114. Вот ее нужно подать до 15 октября. Она не является частью декларации, она подается отдельно. То, что является частью декларации, это форма 89-38. Пусть вас не пугают цифры, это не то, что в Америке прям 9 тысяч различных форм. Не совсем так, чуть поменьше, но нумерация, она действительно такая интересная. И вот на этой форме отражаются финансовые активы. Например, это могут быть какие-нибудь пенсионные планы, либо это могут быть доли в компаниях. То есть тут совершенно такой обширный перечень, и желательно этот перечень, конечно, изучить. Нужно ли вам подавать что-то, если у вас там какое-нибудь страхование жизни или еще что-либо. То есть если у вас какой-то актив имеется, надо проанализировать, нужно ли его отражать на американской отчетности. Также есть у вас... На самом деле, хотела добавить немного по поводу дополнительных информационных форм. То, что к нам пришло вот сейчас, например, в Россию, подача уведомлений об иностранных компаниях, подача уведомлений о контролируемых иностранных компаниях, отчеты об иностранных банковских и небанковских, нефинансовых счетах. Это все, на самом деле, копия, наверное, с того, что было и действует в Америке уже много лет. Эти формы, они сами по себе не несут налоговой нагрузки дополнительной, но при этом они являются обязательной формой отчетности. По ним есть совершенно сумасшедшие штрафы. Могут быть от 10 до 100 тысяч, вплоть до долларов, вплоть до уголовной ответственности. И для чего они служат? Они служат для того, чтобы американский налоговый орган в вашу декларацию, сопоставив ее с формой, например, по банковским счетам, если у вас заявлено 10 банковских счетов, и при этом не заявлены проценты. Ну или у вас заявлена компания, но в то же самое время от этой компании никогда не было дивидендов. Я не хочу сказать, что прямо каждую декларацию вот так детально исследуют и проверяют. Вообще под аудит в Америке попадает 1-2 процента декларации, но аудит там, он серьезный. Это не наша камеральная проверка. В российской налоговой, когда там просто приняли декларацию, поставили отметочку и в личном кабинете отметили, что камеральная проверка началась. Через 3 месяца вы увидите отметочку о том, что она благополучно закончилась. Кто ее проводил, что делали с вашей декларацией, глупо смотрели на нее, ну непонятно. В Америке аудит – это аудит. Он длится годами, он требует там серьезных сил и серьезной подготовки и предоставления массы документов. у нас были примеры. И несмотря на то, что для нашего человека кажется, ну что я буду хранить документы, которым там 5 лет и более. А вот приходится хранить документы, которым там 5 лет, а может быть и 10 лет, если идет какая-то долгосрочная сделка, и там человек в текущем году выходит вот с какой-то долгой такой, чего-то такого длительного и долгосрочного. Все эти формы, мы помогаем с ними, мы их готовим. Мы готовим не только декларации, там не только расчетные вещи, но мы готовим все информационные вещи, а также подаем их налоговые органы занового платежчика, ну либо на бумаге, либо в электронном виде. На самом деле сейчас в основном, конечно, подается все в электронном виде. Но в некоторых ситуациях электронная подача, она бывает невозможной в силу законодательства. И тогда подается на бумаге. Кстати, вот хороший тоже такой момент, пример. В Америке большинство деклараций подается до сих пор на бумаге. Вот как-то не странно, это какой-то такой архаизм, но тем не менее, да, есть электронные, там можно зайти скачать программу за 50 долларов, может и за 30, самому все сделать, там быстренько отправить. Но вот если вы говорите о том, что идете к CPA, и CPA вас обслуживает, и как бы вам присылать декларацию, вы ее подписываете, отправляете почтой, конвертом, прям таким вот с марочкой отправляете в налоговые органы, в РС. Тогда, наверное, мы перейдем к следующим слайдам. У нас еще есть, что вам рассказать, а времени уже катастрофически не хватает. Мы подготовили такую небольшую сравнительную таблицу с основными доходами и суммирующие доходы, вычеты, ставки, которые применяются как к резидентам США, так и к нерезидентам США. То есть тут подход какой? Каждый владельцы грин-карт подлежат налогообложению на общемировые доходы, для них предусмотрены вычеты, либо стандартные, либо постатейные. К ним применяются ставки маржинально от 10 до 37%, плюс может дополнительно применяться доход 3,8 на инвестиционные доходы. Есть специальные пониженные ставки, вот как раз которыми пользуются более состоятельные богатые лица, выходя на ставку 20% плюс 3,8. Это доходы от прироста капитала многосрочные и доходы от квалифицированных дивидендов. Если мы говорим о нерезидентах США, то в Америке правила, ну похожие, наверное, на правила в других странах, нерезиденты подлежат налогообложению только на доходы от американских источников. То есть если вы не резидент, не гражданин, не грин-карт-холдер, не лицо, которое провело вот такое количество дней там определенное по тесту, но получаете какой-либо доход от американского источника, зарплаты, дивиденды, сдаете в аренду имущество свое, какие-то лицензионные платежи и так далее, то этот доход, он является доходом от американского источника, относится к Америке, он будет подлежать налогообложению в Америке. При определенных доходах возможно применять вычеты, если есть так называемые, различаются два вида доходов, есть доход, который они называют фиксированный, определенный ежегодный регулярный доход, это вот аренда, хороший пример, есть доход, связанный с осуществлением бизнес-деятельности в США, ну это ведение бизнеса, по сути дела, вот, там могут применяться вычеты. И налоги, которые, ставка налоговая, которая применяется, которая применяется к ежегодным регулярным доходам, она 30%, но она может быть понижена, она может быть меньше, если, проанализировав ситуацию, мы понимаем, что по соглашению об избежании двойного налогообложения, ставка предусмотрена другая, ну, например, там 10% резидентов, 15%. Вот, соответственно, как бы доход, доходы иные, полученные за пределами США, они для нерезидента не облагаются в Америке. С точки зрения налога на наследство, вот важный момент, если мы говорим о гражданах и о резидентах США, то под налогообложение налогом на наследство подпадают все активы. Вот об этом тоже не забываем, это не только активы на территории США. Для резидентов как раз подлежат налогообложению только активы, находящиеся на территории США. Это недвижимость, это, например, акции американских компаний, это право требования к американцам, это некие там отложенные доходы, которые относятся, опять же, к источнику, от источников США. Для граждан и для резидентов США можно применить пожизненный вычет, который меняется из года в год, но вот на текущий момент он 11,5 миллионов. Для нерезидентов США вычет очень такой скудный, небогатый, всего лишь 60 тысяч долларов. Важно отметить про передачу по наследству между супругами. Между супругами вычет не ограничен. Ну, вычета как такового нет, полная сумма имущества при наследовании она не облагается. Если мы говорим о передаче имущества супругами американскими резидентами, американскими гражданами, если же именно американскими гражданами, если мы говорим о передаче имущества между американским резидентом США и супруг, который не является резидентом США, то применяется вот такой самый небольшой вычет в 60 тысяч и, соответственно, для оптимизации налогообложения, для более эффективного налогообложения требуется подумать о передаче, ну, это заранее необходимо подумать, конечно, не уже по наступлению самого события печального, а можно подумать о создании траста и о том, чтобы поместить имущество в траст. Тогда, возможно, сэкономить будет на налоге на наследство. А ставка налога на наследство до 40%. Налог на дарение похожие правила платит налог на дарение тот, кто дарит, то есть, если у нас есть американский гражданин, который дарит другому американскому гражданину, резиденту, или дарит нерезиденту, то он обязан читаться о налоге на подарок и, соответственно, там вычеты необлагаемые 15 тысяч долларов в год. При этом вычет в 11 миллионов он применяется, это глобальный, единовременный такой вычет на всю жизнь, он применяется как к подаркам, так и к наследованию. То есть, логика такая, вы можете ничего не дарить в течение жизни и тогда ваши дети, получив наследство, они вычтут из общей суммы вот эти 11 миллионов и с разницей заплатят налог на наследование, либо вы можете в течение... и тогда уже вот в течение жизни ваш этот вычет будет уменьшаться, 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 и когда подойдет момент наследования, тогда вычета не останется и придется платить 40% с полной суммы. наверное, мы пойдем дальше и дальше, я думаю, что мы расскажем... У нас есть таблица, она такая в большей степени касается инвестиций от нерезидентов, то есть, это все-таки не те, кто планирует переехать, участвовать в программе B5 и получить грин-карту и может быть переехать жить в США. Здесь указаны основные инструменты, в которые могут быть инвестированы денежные средства и тот налог, тот подоходный налог, который будет вычитаться у источника выплаты. Можем кратко, вот если пробежаться по ним, то не облагаются и под 0% у нас попадут денежные депозиты, у нас попадут, могут попасть под исключение проценты по корпоративным облигациям. Если мы говорим про акции компании, то это будет 30%. Если мы говорим о бизнес-доходе, который получает физическое лицо от партнерства или от компании с ограниченной ответственностью, это будут стандартные ставки от 10% до 37%. И по иным инструментам также ставка может варьироваться от 0% до 30%. Я думаю, что мы перейдем сейчас, есть еще ряд форм по налогу у источника, это те формы, которые просят заполнить самого клиента иностранные банки, банки, брокеры, налоговые агенты, работодатели. И на основании данных форм по сути дела налоговый агент или банк, он определяет, кто перед ним стоит. Является ли лицо перед ним американским физлицом или юрлицом, или данное физическое лицо является неамериканским физическим лицом или юридическим лицом. Почему это важно, эти формы? Я думаю, с ними все уже сталкивались и видели их. Дело в том, что в Америке, Америка распространила действия своего законодательства ФАККа на весь мир, по сути дела, и заключается, требование этого законодательства заключается в том, что все иностранные банки обязаны предоставлять, собирать и предоставлять информацию об американских гражданах или грим-карт-холдеров, или налоговых резидентов. Если банк, это был длительный достаточно процесс, там он более 10 лет назад был начат, страны подписывали соглашение с Америкой, но вот по факту сейчас данная система действует в мире. Не стоит, иногда банкиры, там личный банковский менеджер говорит клиенту, что да нет, мы никому ничего не передаем, они нам не передают, мы им не передаем, но на самом деле это лукавство, это хитрость, ваш личный банковский менеджер об этом знать не будет и может и не должен знать, потому что данным вопросом занимается вопрос комплаенса, отдел комплаенса, и санкции за непередачу такой информации об американских клиентах, они слишком высоки, то есть вплоть до того, что банк могут отключить от расчетов долларов, ну то есть понятно, что все расчеты в долларах, они происходят через Америку, поэтому ни один банк, как бы он, с какой бы любовью и нежностью он не относился к клиенту к своему, тем не менее, если у него есть подозрение о том, что клиент является американским гражданином, или у него есть гринкарт холдер, гринкарта, и об этом задают вопросы в анкетах, плюс, помимо этого, просят заполнить вот такие формы для владельца, кто является владельцем, кто стоит за этим счетом. Мы идем дальше. Также есть форма, по которой выпускают американские компании, налоговые агенты, эта форма выпускается в пользу всех нерезидентов, где указывается информация о доходе, об удержанном налоге, то есть обо всех, о том, что было выплачено и о том, что было удержано. Мы переходим, я думаю, к части по предмиграционному планированию. Можно следующие слайды, пожалуйста. И это заключительная часть нашего сегодняшнего выступления. Что хотелось бы сказать. Несмотря на такие страшные, как казалось бы, высокие налоговые ставки, огромное количество форм, жесткие требования, жесткие санкции, которые применяются, тем не менее, если заниматься всем заранее и если спланировать свой переезд не тогда, когда у вас уже куплен билет и вы вылетаете и за две недели решили приконсультироваться, наверное, в этой ситуации сложно будет чем-то помочь, но если же начинать готовиться и подготовиться за несколько лет, по факту переезд в Америку займет с налоговой точки зрения, правильно, чтобы все сделать, я думаю, что в течение года все по силам сделать, но опять же, в зависимости от того, насколько у вас сложная структура владения компаниями, то есть вполне вероятно, что при переезде подавать на Green Card, подавать на участие в программе или 5 будет ваша супруга и дети, как Dependence, сам глава семьи не будет подаваться и соответственно не получит затем Green Card будет периодически приезжать и в такой ситуации там возможно рассмотреть передачу части имущества как раз-таки на супруга либо же в обратную сторону там супруг переезжает на супруга не подает на Green Card остается без Green Card и достаточно большое количество есть механизмов которые если мы на следующий слайд перейдем то которые можно рассмотреть до переезда и которые можно сделать будет до переезда но прежде всего опять же не забывать о том что стать резидентом можно не только после получения условной Green Card поэтому нужно рассчитывать дни и вести учет дней если не хотим стать раньше чем получить получив Green Card стать резидентом то необходимо сохранять более тесные связи со своей страной откуда вы уезжаете где вы сохраняете свой налоговый статус необходимо смотреть на положение двойного налогообложения для структур при владении структур в Америке существует система дополнительных таких форм которые подаются elections это налоговый выбор в той или иной ситуации когда вы рассматриваете компанию как отдельное юридическое лицо или же вы будете рассматривать данную компанию как прозрачное лицо и тогда все доходы компании будут автоматически признаваться доходами физического лица ну то есть тут есть возможность для планирования и нужно смотреть в зависимости от фактов и обстоятельств активы те которые вам возможно не понадобятся после переезда имеет смысл их реализовать и продать до переезда до установления статуса налогового резидента возможно продать какие-то какие-то активы в рассрочку и в такой ситуации у вас будет денежный поток спланированный на будущее но этот денежный поток он относится к вашей сделке до начала налогового до установления статуса налогового резидента и данные доходы не должны облагаться в Америке будут облагаться только проценты за рассрочку если она есть и опять же не забываем что происходит в стране откуда выезжаем в частности что происходит в Российской Федерации как можно спланировать свой отъезд таким образом чтобы не навредить налогового как в домашней стране так и в стране куда вы выезжаете где вы устанавливаете резидентство сопоставление статусов сопоставление даты налогового события вот это все может быть очень полезно и предварительно продумав и проанализировав в результате можно прийти к достаточно оптимальной налоговой ставке и налоговой нагрузке я думаю что на этом мы свое выступление закончим чем мы можем помочь я уже сказала в самом начале мы можем помочь с любыми вопросами касающимися как подготовки и подачи налоговой отчетности в США так и консультирования по вопросам американского налогообложения также мы можем помочь в предмиграционном планировании для тех кто разочаровался в паспорте США или в грин карте если вдруг такие есть мы также можем помочь с отказом от гражданства это тоже очень такая востребованная услуга которые периодически каждый год мы несколько отказов делаем и продолжаем делать наши контакты указаны на нашей презентации будем рады продолжить продолжить знакомство наше и проконсультировать по вопросам американского налоговложения и не только американского налоговложения я морозоза ну я что вы вот я и лобок лобок и у и лобок и лобок и